а тогда вот такой вопрос значит в двух или даже трех предыдущих ответах прозвучало прозвучало слово простота стремление к простоте и даже наметилась такая тенденция упрощения скажем когда вы говорили о кота асихара и каких-то более сложных там элементах например этих кота да и когда потом значит мы говорили об эншин и более простых каких-то действиях да значит мы вот прослеживаем вот эту вот идею упрощения причем упрощение даже в условиях одного создателя в условиях двух параллельных буквально стилей двух параллельных направлений мы уже видим какое-то упрощение да вот и не становится ли страшно вот когда мы рассматриваем например старые кота часть из них очень простая полна просто элементарными какими-то ну это буквально пинаны какие-то вот буквально да то есть на начало какие-то вот не так много там элементов они просто повторяются друг за другом и в то же время в каких-то ката старых мы наблюдаем ну достаточно сложные темы когда одной рукой выполняется действие связывания там на две руки например это то что сейчас мы в спортивной практике явно не увидим и так далее и вот эти вещи они вымываются они пропадают к ним никто не обращается как каким-то сложным и как бы не очень нужным давайте все упростим эта идея сильно реализована в джеткунду вот совсем недавно у меня был было как раз интервью с представителем и инструктором джеткунду где он тоже говорил о том что идея брюса ли просто замечательная где очень важно все упростить и тогда мы находим очищаем от всего такого наносного и получаем что-то вот исконное настоящее и боевое вот и тем не менее вот понимаете да здесь есть разница между упрощением которая постепенно как 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 движением от обогащения да вот чего-то богатого к чему-то бедному приходим и другой аспект когда упрощение связано с тем что ну да на сегодняшний день не все готовы это тренировать не все готовы потратить достаточно времени для того чтобы более сложные ну а соответственно более наверное эффективные техники осваивать давайте остановимся на менее эффективных но но легко осваиваемых вот как это можно как вы можете это прокомментировать вот это упрощение оно и таким и должно быть это правильное движение боевых практик или мы все-таки что-то утрачиваем ну я все-таки наверное соглашусь с тем мнением как примкну к такому мнению что все-таки нет тут упрощение это процесс когда мы уже упрощаем на каком-то уже имеющийся материале да то есть все равно если мы берем процесс обучения наверно любому мастерству любому то есть человек приходит начинает заниматься то то есть неважно чем-то условно говоря лекарь горшки да то есть это есть какая-то база то есть он осваивает ее появляются технически какие-то элементы которые позволяют ему да уже перейти более высокому искусству да то есть уже более высокому мастерству естественно от этого человека требуется уже больше умения как это умение развивать да то есть надо как-то наверно использовать различные техники там как бы взять искать то есть это это какой-то определенный разнообразие то есть если брать как боевым искусством это уже значит техника по идее она уже становится более богатой да то есть уже разнообразно человек пробует и опять же набирает этот вот арсенал 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 этих возможностей используя своего тела по поводу простоты то есть есть важный момент на мой взгляд человек приходит занимаюсь начинает занимаясь боевым искусством или другим каким-то искусством он естественно получать какие-то базы база мы назовем так простые элементы такие технические для того чтобы понять вообще как научиться простым вещам элементарно скажем так стоять на месте двигаться выполнять простые удары простые имеется односложные для я имею ввиду большую степень для ну хотел да то есть какой как возможность используя свое тело дальше он на это тело на свои возможности накладывает уже какие-то дополнительные ну скажем используя дополнительные техники для того чтобы развиваться то есть набирает свой арсенал используя какие-то да там приемов ударов там не знаю все что угодно связано и дальше следующий путь переход солнце просто тем это когда возможно реализация этого всего то есть когда вот эти вот внешние когда человек у меня есть такое понятие да что мы спонтанности использовали воспользоваться и и скажем так эффективности и энергозатратности того что он умеет делать вот тут как бы я бы наверно простоте отнес бы следующий момент условно говоря технические пара или технику пытаться ее на нее смотреть с той стороны что пытаться и и скажем максимально повысить кпд это убрать лишнее то есть это какие-то возможны напряжения которое потом позволит делать более качественно более быстро да то есть в принципе всегда ведь важно не то что показать еще показать чтобы это работало да как правило если поединок берем все равно как ни крути это должно быть сделано относительно своего оппонента ну как сказать качественно быстрее лучше сильнее и так далее такие простые да может быть как-то дальше быстрее сильнее как бы такие простые понятия а как это реализовывать ну если мы если я здесь рассматриваю одинаковых людей физически как в кондициях убираем что-то такое у дряньки сожим напряжение лишние движения не секрет да что мы любой начинаю выполнять технику мы приобретаем кучу негативных каких-то дополнительных ненужных действий как это шлифовать да опять посмотрите со стороны ты может там кулак как-то не так доворачиваешь еще что-то там нога не так стоит дополнительные действия вот это вот ты уже начинаешь работать вроде убираешь простыну вот простота вот здесь будет как-то завязано вот в этом элементе что ты убираешь эти ненужные движения действия мысль в конце концов который позволяет нам реализовываться более качественно и а все даже говорят даже когда человек делать что-то эффективное то смотрится очень легко и просто дал ты в этом ключе и ты а когда ты это эффективность скажем так о чем надумано или тебе помогает при демонстрации тоже до твой товарищ твой партнер то есть как бы тогда уже наверное и теряется вот этот вот ощущение что . который делает теряется легкость и как говорят никто теряется ощущение реальности происходящего вот поэтому тут наверное момент простоты вот с моей точки зрения что касаемо того что отбросить все и оставить там полгода и ничего это не нужно ну существенно я соглашусь потому что может быть конечно возвращаясь там окинавском массе на который там один одну кота делает всю жизнь там все-таки это внешне да внутри мне кажется там очень много нюансов который позволяет ему делать на уровне вообще думать в этот момент немножко другом когда он это делает а так чтобы вот именно упростить и ходить изучать друг ну опять же мы же как сказать как все для чего вообще разно на мой взгляд эти разнообразие всех стилей ну все равно как не появляется появляется некий человек который дарит свое искусство людям как ни крути он все подставит от себя да ну естественно умеет это делать он дает этим другим своим сторонникам до последовательно так далее поэтому все таки тут если мы потеряем такой как сказать вот этот процесс разнообразия тогда все сведется к тому что может быть и как всегда это иногда часто говорят что это все одно и то же мы сойдемся к одному какому-то общему стилю и будем тренировать все свои концу кино это будет немножко грустно на мой взгляд и опять же кому-то не знаю как говорят да вершина одна много дорог да то есть это важный момент кто-то до этого приходит ну кому-то может написать кто-то любит китайские стили кому-то нравится японские кому-то корейские кому-то там славянские какие-то да то есть тут ведь главное чтобы человек от этого кто занимается кайфовал получал удовольствие и вот ведь это же большой большой плюс когда ты получаешь удовольствие от того что делаешь тут наверное так поэтому если это упростить до уровня там не знаю одного сей концуки и отрабатывать ну будут конечно люди которым это нравится как бы но они будут получать кайф от этого но не знаю мне кажется это все-таки тупиковый момент таки ну действительно придем к тому что потом возникнут те люди которые подумают что вообще не надо сей концуки делать а просто встать в боевую стойку этого будет достаточно как бы нет наверное все таки простота ради простоты она бы мне кажется неправильно спасибо большое антон я уже от него больше часа даже за что приношу свои измеи извинения на самом деле у меня вопросов конечно еще миллиард и понятно что в рамках одного такого интервью мы их просто не сможем даже обсудить вот большое спасибо за это интервью это действительно было интересно детально и зачастую вот все таки много много планово так вот как бы с двойным тройным дном ответа это крайне интересно это сразу демонстрирует человека с опытом а не человека который так вот ну как вот бывает у нас у вас кстати на канале я тоже видел люди приходят порой такие такого тролльного плана и тоже пишут иногда очень своеобразные вещи но сразу видно по этим комментариям с кем умеешь дело вот так что это огромное спасибо за эти ответы спасибо со своей точки со своей стороны тоже хочу сказать большое спасибо для меня это достаточно новый такой формат такой долгой беседы и правильно заметил как бы у меня есть такой момент что иногда мысль уходит дальше и вот иногда это не 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 это прекрасно с моей точки зрения прекрасно но учитывая наш с вами возраст примерно одинаковый мы одинаково наверное может быть скучный кому-то может покажемся хотя вот по мне так это была беседа просто буквально искрометная и действительно захватывающая для меня по крайней мере учитывая то что вопросы возникали по ходу у меня есть целый список вопросов на самом деле которые я для себя на всякий случай наметил ни одного из них я не задал потому что они все вытекали из нашей беседы и это для меня наиболее интересные цены у меня есть целый список